Когда речь заходит о предпринимателях, то почти всегда всплывает тема арендованных территорий или помещений. ООО «Резмет» имеет десятилетний опыт работы на рынке и сейчас наступил тот момент, когда предприятию требуется расширение. Там, где мы находились, непосредственно рабочие цеха у нас были в аренде, ну и были меньше. Ну и на данный момент часть из них уже проданы другим собственникам. Но заглядывая в будущее, хотелось бы иметь какую-то стабильность. Руководству предприятия пришлось немало потрудиться, чтобы убедить собственника продать помещение. Избежать лишней бумажной волокиты и осуществить сделку на выгодных условиях помог Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Изначально у нас была часть средств своих, а часть средств мы взяли в кредит в банке. После того, как уже, демосредственно, этот цех попал в нашу собственность, мы обратились уже в фонд предпринимательства с целью рефинансирования кредита банка, так как платеж значительно, процентов на 15 получается меньше ежемесячный платеж. Фонд, оказывая поддержку предприятию, учитывал массу факторов. Ведь главная задача организации – поддерживать реальный бизнес, способный развиваться, обеспечивать рабочими местами местный рынок труда. Компания «Резмет» привлекли микрозаем в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства на приобретение производственной площадки. Они занимаются производством металлоконструкций и изделий из металла. Продукция их пользуется спросом и внутри района, потому что многие предприниматели заказывают им металлоконструкции, но и также они работают на всю Свердловскую область. При этом фонд – это не только финансовая поддержка. В организации четко знают, как развивать свой бизнес. Специалисты делятся этой информацией, подробно разъясняя, буквально раскладывая по полочкам факторы рисков, особенности законодательства и многое другое. Делается это не на основе теоретических выводов, а строится на реальном опыте уже существующих примерах рентабельного бизнеса, практике спасения, казалось бы, безнадежных проектов. К нам приходят предприниматели, чаще всего, которые еще и не понимают до конца, как будет работать бизнес. У них, возможно, либо нет навыков, либо они даже не задумывались над тем, чтобы сесть просто и посчитать, какая будет доходность, посмотреть свои риски. В этом случае мы приглашаем предпринимателей на ежегодные обучения, которые у нас проходят. Как для самозанятых, то есть физические лица могут просто прийти и пообучаться у нас бесплатно, так и уже для действующих предпринимателей тоже есть программы по обучению. Начинающим предпринимателям особое внимание нужно обратить на обучающие мероприятия, которые регулярно проводит СОЭФПП. Во-первых, они доступны в силу того, что проходят непосредственно на территории нашего региона, либо в формате онлайн-трансляций. Во-вторых, спикерами на них выступают проверенные и авторитетные специалисты практики с огромным опытом. Ну а в-третьих, участие в подавляющем большинстве подобных семинаров, дискуссий и других активностей бесплатное. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.